Когда мне сказали о моем ВИЧ-статусе, для меня было важно просто жить здоровой жизнью и не заражать других. Вот это была моя самая главная цель. Естественно, как бы у меня мысль о том, что рожать еще ребенка, нет, это закрытая тема была на тот момент. Это сделалось мне сразу, без всяких каких-то уговоров или разговоров. И когда мне сделали аборт, уже я уходила домой и мне по дороге сказали, что мы поставили тебе спираль. В тот момент я, естественно, ничего не понимала. Но когда прошло время, когда все-таки я уже бросила наркотики, когда я начала по-другому смотреть на свою жизнь, когда мы с Русланом расписались и когда я стала более информированной, естественно, уже я понимала, что оказывается это не так все страшно, что вещь позитивные женщины, они могут рожать детей. И в тот момент для меня было это как-то вопрос, как они без моего ведома, без моего согласия, когда я была под наркозом, они сами решили за меня мою судьбу. Это было вообще, это было на самом деле, это была такая радость. И как бы радость даже со слезами какими, ты знаешь, вот слезы радости были. Я почему-то реально понимала, что это вот свыше мне вот какой-то вот подарок. Для последующих 5 лет, Елена ФБ worked very closely with the government of the Republic of Moldova, with civil societies, with the communities themselves, to improve access to sexual reproductive health services for all people, but specifically for women and girls from vulnerable populations, including people living with HIV. You will see many examples around the country that HA positive women, they do start the families, couples, they do start the families with the proper counseling, with the access to free family planning methods. So they can plan how many children they want to have and when they want to have them. So it is possible. Thank you.